Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А вот газета «Бийский рабочий» пишет, что один из микрорайонов города стал обителью полчища лягушек. Они развелись в болоте, которое образовалось между дамбой и частными домами в районе Старого Зеленого Клина. Местные жители рассказали журналистам, что кваканье стоит на всю округу. Биологи уверены, что ждать его прекращения в ближайшее время не стоит. Девушки отдыхают, а зерные лягушки спокойно относятся к соседству с человеком и более того готовы жить в загрязненных водоемах, которые хорошо прогреваются на солнце. Таким местом сейчас и является Бийский район, именуемый в народе Старой Зеленкой. Городские власти о его проблеме знают, но разводят руками. Они считают, что перекачивать воду бессмысленно и потому людям нужно просто набраться терпения и подождать, когда наконец спадет уровень грунтовых вод. Елена Макаренко, Наши новости. Накануне в Барнауле под колеса Камаза попала женщина 55-го года рождения. А ЧП случилось на улице Трактовой. Женщина собиралась перейти дорогу по пешеходному переходу. Камаз, груженную ечеменем, двигался в сторону пивзавода. По словам водителя, до трагедии он пытался совершить маневр, разбегая столкновение с другим автомобилем. На влажной дороге прицеп занесло на встречную полосу. По предварительной версии, виноват в происшествии водитель Камаза. Скорее всего, он не соблюдал скоростной режим и не убедился в безопасности маневра. Накануне Международного дня защиты детей благотворительный фонд «Облака» организовал акцию по исполнению желаний подопечных фонда «Малышей», которым не всегда хватает внимания и заботы со стороны взрослых. Исполнить детскую мечту может каждый из вас, наши телезрители. А о чем мечтают дети? Узнавала Анастасия Бертенева. Сколько детей, столько и желаний. Десятилетняя Вика признается, любит проводить время активно. Одним из увлечений стали прыжки на скакалке. Правда, пока снаряжение приходится брать у друзей. На пути к личным рекордам не хватает главного. С детства училась, у друзей как бы скакалку брала, училась, сейчас учусь прыгать на скакалке. Я стремлюсь подпрыгнуть без остановки сто раз. Юная Полина мыслит практично, совсем как взрослая. У девочки даже есть представление о желаемой профессии. А для этого нужно держать себя в форме. Я хочу очень давно ролики себе. Мне показала подруга, мне стало интересно, и я попробовала сама прокатиться. И у меня с первого раза сразу все получилось. Когда я выросла, я хотела по профессии стать полицейским, либо спортсменкой. Мяч, пластилин, рюкзак или книга. Каким будет подарок – решать вам. Все собранные вещи волонтеры вручат подопечным ребятишкам в ходе праздника в начале июня. Это небольшой, маленький подарок, который подчеркнет ребенку значимость того, что он ребенок. Детство – это самый важный отрезок в жизни человека. И для становления его как личности, для высоких успехов и достижений очень важно, то, как ты это детство проведешь и как ты встречишь свой самый главный праздник. Стать настоящим волшебником может каждый. Если вы готовы исполнять детские мечты, сделать это можно до 1 июня. Свои подарки детям приносите по адресу Максима Горького, 45. Анастасия Бертенева, Александр Антропов. Наши новости. В Барнауле во второй раз прошел большой благотворительный турнир. Почти все его участники – футболисты, баскетболисты, волейболисты – совсем не спортсмены, а просто любители. Ради подопечных проекта «Надежда на чудо» малышей и больных раком они провели на спортивной площадке весь день. Подруга мне Анастасия Дороган. Впервые на площадке благотворительных игр сами дети. В будни эти мальчишки тренируются для большого баскетбола, а сегодня кидают мяч за своих сверстников – пациентов детского онкоотделения. Это общее решение, но я больше всего хотел играть. Ну и тем более детям помочь. Командные игры и благотворительность объединили в 2017-м в лиге «Мой спорт-22». В нее входят исключительно любители. Год назад начали с волейбола, сегодня здесь и баскет, и футбол, пляжный. После зимней спячки спортсмены бесстрашно падают в холодный песок, едва поспевая за мячом. Тяжело в любителях играть. Все стараются, играют хорошо, борются за мяч. Мы толкаемся, больше попадают по ногам, больше моментов травмоопасных. Но агрессия в меру. Хоть играть в таком символическом турнире с амбициями. В волейболе медали разыграли 11 команд, 10 в баскетболе, 5 в футболе. По одной от самых разных общественных организаций и компаний города. Но цель у всех одна – победить болезнь детей. Если бы я знал, что ради меня собрались 200 человек, 50 человек, 10 человек, это для меня, я бы расплакался точно от радости. Эмоции от турнира останутся с участниками. А маленьких пациентов, которые неимоверными усилиями стоят с кровати и улыбаются, несмотря на тяжелые процедуры, поддержат не только улыбки. Организационный взнос от каждой команды, а всего 40 тысяч рублей, перечислят на счет фонда «Мать и дитя». Эти деньги пойдут на лекарства и приобретение билетов в федеральные центры для операций, от которых зависит жизнь. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. В завершении выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды. Компания «Эвалар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослин день-ночь впервые помогает худеть не только днем, но и ночью. Турбослин день-ночь. Усиленная формула. На большей территории края дождливо. 11 градусов со знаком плюс в Заринске, Тальменке и Кулунде. 15 в Рубцовске. Камни на Аби. 13 в Бийске. Самая теплая погода в Заминогорске. Там до 18 тепла. В Барнауле с северо-западный умеренный ветер до плюс 13. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова